Начнем мы с того, что мы чуть-чуть не закончили в прошлый раз. Напомню, он был давно. Напомню, мы рассматривали синхротронное излучение и говорили, что вообще-то по интенсивности синхротронного излучения можно определять магнитное поле в источнике, где крутятся эти частицы излучающей заряды. В данном случае, как правило, это электроны. Но не само по себе магнитное поле, а в комбинации с электронной плотностью. Это первая проблема этого метода. А вторая проблема, она немножко более концептуальная, а не техническая. Это то, что вот вы смотрите на источник, видите излучение, и кто вам сказал, собственно, что оно синхротронное. Мало ли какое там излучение бывает. И дальше мы с вами выявили, что в некотором приближении электрон с гамма-фактором всегда почти излучает на частоте синхротронное свое излучение на частоте вот некоторой характерной частоте, которая равна гамма квадрату умножить на его ларморовскую частоту. Ларморовская частота выражается через магнитное поле, и тогда получается вот такая штука. Вот такая формула. Такая формула легче для понимания для тех, кто помнит, что такое ларморовская частота. А кто не помнит, вот такая больше подходит. Смотрите, с... Ну и как бы прекрасно, и чем это нам помогает? Чем это нам помогает в решении наших двух проблем? Ну, в решении проблемы понять, что это синхротронное излучение, это помогает следующим образом. У вас фактически спектр синхротронного излучения повторяет спектр электронов. И от чего нам надо отличить синхротронное излучение? Нам надо отличить его от обычного теплового излучения, которое там просто горячее нечто высвечивает в нашем источнике. Ну, спектр электронов, он, как правило, степенной, а не тепловой. Он, грубо говоря, если я... Ой. Так, если я рисую здесь логарифм энергии, а здесь я рисую логарифм интенсивности, то тепловой спектр выглядит вот так, а спектры релятивистских электронов, они выглядят вот так, какие-то степенные. А поскольку синхротрон повторяет, то вы смотрите, обычные тепловые спектры у вас будут сильно отличаться. И это, конечно, не на 100%, но помогает отличить вот эти... Выделить происхождение, что в реальности у вас будет спектр выглядеть как-то вот так. Вот эти кусочки, наверное, тепловые вам покажутся в разные, а вот этот, наверное, степенной, а может быть и нет. Но легче. А хорошо, как правило, степенной похож на Е в минус второй, который мы с вами в самом начале говорили, что Е в минус второй, если вы не знаете, так сказать, откуда у вас и как работает механизм ускорения частиц, то они примерно поровну делятся энергией в бинах, получается Е в минус второй, то есть степенной с показателем степени минус два. А теперь как это помогает снять вырождение? Вырождение, связанное с тем, что из интенсивности синхротронного излучения мы определяем только некую комбинацию В и электронной плотности. Но тут немножечко будет сложнее, и для этого есть разные варианты, как люди это дело эксплуатируют. Первый вариант, он связан, называется, ну, по-русски оно звучит не очень хорошо, называется синхротронное самопоглощение. Ну, это прямой перевод, self-absorption, самопоглощение. Вот, значит, смотрите, всегда у вас что такое излучение? Излучение — это какие-то микроскопические процессы, которые взаимодействия там частиц, ну, грубо говоря, электрон-фотонное взаимодействие, взаимодействие с атомами и так далее, фотонов. Значит, и всегда бывает обратный процесс. То есть, если есть излучение, всегда есть и поглощение. Для теплового излучения есть формулы закона Киргофа, которые однозначно его связывают. Ну, то же самое можно сделать и для нетеплового, потому что на микроскопическом уровне все равно это все работает, только формулы будут немножко другие, немножко более сложные. Значит, как поступают люди в астрофизике? Люди в астрофизике, вот они... Ой, зря я, может быть, даже стер. Люди в астрофизике видят вот какой-то такой спектр. Теперь это уже спектр фотонов. Давайте мы здесь напишем им частоту. И что они говорят? Ну, смотрите, вот как нам получить здесь и здесь логарифм. Здесь как бы помним... Сейчас я буду рисовать, а вы помните, что здесь сильно нелинейная шкала по вертикали. Давайте мы эту прямую представим себе как суперпозицию большого числа тепловых спектров. И для каждого из них запишем закон Киргофа. Значит, суперпозиция тепловых, и мы тогда поставим в соответствие вот этой величине энергии, гамма на МЕ, энергии излучающих электронов, поставим в соответствии некую температуру, но она не настоящая температура, потому что это не тепловой газ. Но это как бы температура. Это первое, что мы сделаем. Дальше. Этой буковке гамма мы поставим в соответствие... Давайте здесь ню синхронное прям напишем. Ню С. Это будет излучение. И, естественно, предположить, что фотоны энергии ню С, они излучаются электронами с гамма-фактором гамма и поглощаются тоже в основном электронами с той же самой гаммой. И дальше мы можем воспользоваться этими штуками. Значит, это был первый, второй пункт, третий пункт. Мы свяжем синхротронную частоту с этой квазитемпературой. То есть Т в порядке гамма МЕ, МЕ, ню на ню Ларморовская, степень 1 втора. То есть представим себе, что у нас есть монохроматические электроны. Тогда их спектр синхротронного излучения будет похож на дельта-функцию. А эта дельта-функция будет похожа на тепловой спектр для какой-то температуры. Для какой? Для вот такой. С точностью до коэффициента порядка единицы. И для вот этого кусочка спектра мы напишем закон Киргофа. И введем по аналогии с Киргофом так называемую эффективную яркостную температуру. Тб, она называется. Как мы ее введем? И от ню это закон Киргофа. По определению это 2Кб Тб ню квадрат. Смотрите, если бы у вас был обычное тепловое излучение по закону Киргофа с температурой Т, то это вот была бы его интенсивность. Теперь у вас нет никакого теплового излучения. Вы зафитировали вот этот вот ваш спектр. Вот у вас здесь интенсивность. Вы с одной стороны нашли вот эту вот нюэс, которая здесь буковкой ню обозначена. Там вы нашли эту нюсинхротронную, и через него выразили температуру. Это пункт 3. Но тепловой спектр имеет конкретную интенсивность. Формула интенсивности зависит от температуры. И когда вы померяете интенсивность вашего нетеплового спектра, она не будет такая же, как вам говорит закон Киргофа для той температуры. То есть у вас возникает 2 температуры. У вас возникает одна эффективная температура, связанная с энергией, которая связана с горизонтальной осью. И другая эффективная температура, связанная с интенсивностью, так называемая яркостная, но потому что интенсивность — это и есть яркость. Она связана с вертикальной осью. То есть вот здесь у вас как бы есть и t, и есть tb. От координат ν интенсивность вы переходите к координатам t и tb. Яркостная температура — это никакая не температура, а мера интенсивности. Но, коль скоро мы написали вот этот закон Киргофа, мы можем воспользоваться некими аналогиями с настоящей температурной тепловой теорией и приравнять вот эту температуру tb в вымышленной кинетической температуре. То есть сказать, что tb равно t. Ну и написать, что интенсивность равняется 2kb t ν квадрат порядка 2m e ν квадрат ν на ν ларморовская в степени 1 вторая. И получится здесь нечто умножить на ν в степени 5 вторых, поделить на b в степени 1 вторая, потому что ларморовская частота пропорциональна b. Очень хорошо. Дальше. Ну, что такое интенсивность? Я забыл определить. Интенсивность — это поток излучения на телесный угол. То есть поток излучения, то, что меряет ваш прибор, это θ квадрат, где θ угловой размер источника. И от нём угловой размер источника. Это площадь кружочка на небе, которая заметает ваш источник, умножить на интенсивность, потому что интенсивность, она там со стеродиана как бы вычисляется. Вот это. Почему со стеродиана? Потому что единица на 4π там входит. Вот. Теперь смотрите. Представьте себе, что вы посмотрели на источник, увидели его угловой размер. Тут важно, да, что источник должен у вас быть неточечным. Иначе вы ничего не скажете таким методом. Вы посмотрели там на какую-то далёкую активную галактику, увидели, что вот здесь вот там глазки, ушки у неё, и вот это всё светит вам синхротронным излучением. У вас есть размер источника. Вы можете тогда, измерив поток, поделить его на площадь, найти интенсивность и сказать, что эта интенсивность пропорциональна вот такой штуке. Так, чудесно. Вообще ничего не надо знать. Даже не надо знать расстояние до источника. Вы смотрите на ваш спектр, и вам кажется, что по этим формулам, что он должен как выглядеть? Как частота в степени 5 вторых, растущей. А я как вам рисую? Я вам рисую частота в степени минус что-то. Как же быть? Значит, вот на самом деле я буду... А, давайте здесь. На самом деле это означает следующее. Я поставлю... Вот здесь вот это всё уберу. Это всё была наша кухня, не очень честная. Как недавно я услышал на семинаре выражение «грязные трюки». Значит, вот эти грязные трюки или гнусные трюки, в общем, не знаю, гнусные или грязные, конечно, это всё неправильно. Но это оценочки, которые можно подтвердить более правильным вычислением. Тогда у вас, значит, на самом деле спектр будет выглядеть вот так. Вот здесь вот ню в степени 5 вторых, а здесь ню в степени минус какое-то альфа, которое соответствует спектру электронов. Вот эта штука, да, которая знает про излучение и поглощение, вот этот закон Киргоф, он знает и про излучение, и про поглощение, предсказывает нам зависимость от частоты, которая не зависит от спектра электронов и не зависит от их плотности. Она зависит только от... Точнее, она зависит от этой плотности, но некоторым косвенным образом. Вот сюда-то оно никак не входит. И в итоге... Но зависит от магнитного поля. Поэтому на практике, если вы видите вот такой спектр, то здесь вот 5 вторых, а здесь степенное падение, то вы почти наверняка уверены, что это синхротрон, это синхротронное самопоглощение, и вы сразу очень точно находите поле, промерив вот этот спектр. Для этого вам надо на разных частотах померить просто интенсивность источника и его угловой размер. Ну, у вас есть домашняя задача очень интересная. А почему, собственно, не везде 5 вторых? Так, казалось бы, по этой оценке оно бы и росло отлично. Где-то оно перестает работать, где-то наша оценка, которую я вот сейчас эти гнусные трюки вам рассказал, они где-то перестают работать, и надо понять, вот в домашней задаче будет, где вот эта точка. Так, это был первый вариант. Второй вариант, еще хуже поддается переводу на русский язык, это синхротрон-селф-камптон-эмишн. Значит, камптон — это что такое? Камптон — это обратный эффект камптона. Здесь у нас эффект камптона — это что такое? Все помнят, что такое эффект камптона? Что такое эффект камптона? Это обычное взаимодействие в квантовой электродинамике, взаимодействие электрон-фотонное, когда у вас энергия передается от фотона электрона, вы светите на электрон высокоэнергичным фотоном, и он пинает электрон. Вот и весь эффект. Обратный эффект камптона, давайте теперь догадаемся, что такое обратный эффект камптона. Когда у вас летит энергичный электрон, и он пинает фотон. У вас через область излучается что-то, летают какие-то фотоны, вы на него направляете пучок электронов, электрон точно по тому же самому процессу, только в обратную сторону, передает энергию фотонам. Оказывается, что в астрофизике это очень важный процесс. В тех местах, где есть много релятивистских электронов, и там же каких-нибудь... если есть много релятивистских электронов, значит, там уже какая-то такая идет нетепловая деятельность, ускорение частиц, еще что-то. И они, конечно, там есть и излучение. Начнем с того, что везде есть CMB, везде есть реликтовое излучение. И вот эти электрончики подпихивают фотонные реликтовые излучения, и это вообще никуда не денешься от них. Но здесь есть более интересная штука. Вот у вас крутятся электроны в этом магнитном поле. Вот возьмем популяцию релятивистских электронов, поместим ее в магнитное поле. Они будут крутиться и излучать синхротронные фотоны вот так, как я рисовал. Какие-то такие. Но кроме этого, кроме этого у вас эти же самые релятивистские электроны могут сделать обратный эффект Комптона с этими же самыми фотонами. Они же там их излучают, и их там много фотонов. Те самые синхротроновские. И вот и получается синхротрон селф Комптон. Но когда у вас идет синхротронное излучение, это называется ССЦ, смотрите, когда у вас есть синхротронное излучение, то мы с вами писали, что частота синхротронного излучения много меньше, чем энергия электронов. И его интенсивность пропорциональна НЕ на Б квадрат. А Комптоновская? Ну, тут дальше есть некоторая разница в терминологии, даже в англоязычной. Значит, некоторые под словом ССС подразумевают синхротрон плюс Комптон, а некоторые только Комптоновскую часть. то есть весь спектр или часть спектра. Но вот это ССС излучение Комптоновское, смотрите, где оно происходит. Ну, примерно, при каких энергиях оно пикует. Какие энергии получают фотоны в этом процессе Комптоновском? Ну, понятно, что по порядку величины это будут те же самые энергии, которые у электрон. Электрон подпихивает фотон. Ну да, они как-то там поделятся, но по порядку величины значит, Ню Комптоновская будет порядка Е. То есть совсем в другом месте спектра. И получается, что у вас типичный ССС спектр, это как у верблюда два горба, потому что жизнь борба. И это такой спектр люди видят в куче источников. И это им ужасно помогает жить, астрофизикам, которые пытаются определить разные всякие вещи про источник, например, магнитное поле. Потому что вот этот вот синхрон... Вот этот вот Комптоновский... Интенсивность Комптоновского излучения пропорциональна НЕ в квадрате на Б квадрат. Почему? Почему, товарищи, давайте просыпаться. Почему НЕ квадрат на Б квадрат? Вот у вас есть электроны, летают, излучают сами синхротронные фотоны вот с такой интенсивностью. И некоторые из этих синхротронных фотонов, они еще и подпихивают, почему интенсивность будет пропорциональна НЕ квадрат на Б квадрат. Потому что у вас... Это парные процессы. Электроны плюс фотоны. Концентрация электронов НЕ, а концентрация синхротронных их же фотонов вот она. НЕ умножить на НЕ Б квадрат. Да, ведь интенсивность фотонов, она дает вам плотность фотонов в этом объеме. Ну, там можно пересчитать ее, но это будет коэффициент. Вот. Фотоны же движутся со скоростью света, они не накапливаются. Их сколько рождается, столько и улетает. НЕ умножить на НЕ Б квадрат. Получается, здесь линейно-независимая форма две. И линейно-независимая форма с известными, которые я не пишу, но их можно посчитать коэффициентами. Поэтому, если вам вы промерили первый пик и второй пик, то вы можете определить пару. НЕ и Б. Решите два уравнения с двумя неизвестными. На практике люди там начинают моделировать это несколько более сложным образом. А вся, на самом деле, сложность здесь техническая связана с тем, что у вас не от нуля до бесконечности энергии электронов, от какой-то Е-мин до Е-макс. И Е-мин, Е-макс вы тоже не знаете. То есть вот, если бы они были от нуля до бесконечности, эти спектры были бы от нуля до бесконечности. И наложились друг на друга. А на практике у вас есть, вот где-то здесь живут электроны, а здесь живут синхротронные фотоны. И разница между ними много порядков. То есть, например, вот этот пик, он часто бывает в оптике, инфракрасе и радиодиапазоне. Вообще все эти синхротронные самопоглощения, они обычно в радио излучаются. А эта штука у вас будет, соответственно, в гамма, рентгене и так далее. Потому что, ну, электрон, он сам по себе даже покоящийся имеет энергию, равную своей массе полмэла. Это уже жесткий рентген, практически гамма. И поэтому, как ни крути, вот здесь вот обычно у вас дырка. Эта дырка приходится на мягкий рентген. Например, ну, бывают всякие разные интересные вещи. И наблюдая в этой дырке ваши источники, вы можете их очень хорошо ограничивать именно в плане того, где у них это емин. Емин и емак. Ну, емакс там, а емин, от какой энергии они ускоряются. И известно, что вот эти вот наблюдения, они очень ценные бывают. Потому что они, ну, два пика, да, где много излучения, казалось бы, очень хорошо. И люди всегда сначала астрофизики пытались уходить в максимально большие энергии, промерить вот этот спектр, что-то сказать про самые высокоэнергичные частицы, которые там ускоряются. На самом деле, у вас там все равно остаются произволы, связанные со спектром электронов. А вот здесь вот вы эти произволы убьете. И вот очень часто, просто чисто психологически, я наблюдал, что выходит какая-нибудь статья, кто-нибудь пронаблюдал, вот тут вот очень высокоэнергичные фотоны от какого-то источника. Выходит какая-то статья с моделями. Ну, там что-то все у него получилось. Вот как интересно, какие забавные условия в этом источнике и так далее. Ну, например, источники, которые потенциально излучают нейтрины высоких энергий. Вот там, как вы видели. Вот, а потом люди поднимают данные по рентгену, смотрят, а здесь такая дырка, которая все эти модели убивает. Ну, или наоборот, такое излучение, а в этих моделях здесь дырка. Видел не раз. Вот, ну, соответственно, у вас, вот еще раз, значит, два пика, давайте проговорим, два пика. Синхротронный и Камптоновский на этих же самых синхротронных фотонах. Положение этих пиков вправо-влево дает вам энергетику электронов, а относительная высота дает вам магнитное поле. Это второй вариант. Он гораздо более общий, чем первый. Почему? Потому что вам не нужно знать угловой размер источника. Он работает для тех источников, которые вы в ваших телескопах не различите, а таких большинство. Гораздо более общий, чем первый. И кроме того, вам не нужно очень точно промерять вот этот вот излом пять вторых, который там в радио, да еще и на каких-то низких частотах, на которых много помех. Чисто практически вот это более удобно. Но есть еще третий вариант, который, значит, даже если вы вот этого сделать не можете. Почему вы можете этого не... Это может не удастся. Потому что у вас высокоэнергичных наблюдений мало. Потоки там низкие, а телескопов чувствительных мало. Только самые яркие источники могут надежно... Для самых ярких источников может быть надежно промерен вот этот вот второй пик. Это первая проблема. А вторая немножко более концептуальная проблема, что мы на время забыли про все остальное излучение, которое там болтается. Я не случайно начал с CMB. CMB вы никуда не денете. Кроме того, там есть свет звезд, свет всяких разных других аккреционных дисков, не знаю, все что угодно. И поэтому на нем эти электроны будут делать абсолютно такой же комптон. И он будет уже не селф-комптон, и у него поэтому не будет этого соотношения. Вам надо расцепить селф-комптон от экстернал-комптон. И вот тут вот начинаются определенные проблемы. Поэтому я предлагаю сейчас вам третий способ, который еще более универсальный, но, как всегда, универсальность достигается ценой его приблизительности и грубости. и большого количества граблей, на которые можно наступить в его применении. Третий способ — это так называемое равнораспределение энергии. Equipartition. Равнораспределение энергии, равнораспределение по степеням свободы. Это метод оценочный. Оценочный метод, который говорит нам, что плотность энергии разного чего-то, если эта система не какая-то там взрывающаяся, ну, хотя бы квазистационарная, то плотность энергии... Выделим некий объемчик, и в нем будем считать плотность энергии. Плотность энергии содержится в разных, ну, там, в поле, в частицах одних, в частицах других и так далее. Поскольку это все взаимодействует между собой, то примерно они должны быть по порядку величины одинаковые, они перекачаются, иначе какой-то неравновесный будет процесс. Ну, вот давайте мы... Ну, и в частности, одна из этих частей вкладов в плотность энергии... Один из вкладов в плотность энергии — это энергия магнитного поля. Вот возьмем какой-то кусочек источника и будем считать, из чего складывается его энергия. Ну, во-первых, там есть некоторые частицы и есть энергия частиц. Энергия частиц — это масса, это кинетическая энергия, которая связана с тепловой, с тепловым движением, ну и, возможно, с нетепловым. С другой стороны, есть еще энергия поля. энергия поля, ну, прежде всего, магнитного. Очень сложно с электрическими полями. Но мы считаем, что в целом среда нейтральная, поэтому электрические паря, они заметным образом сокращаются в стационарном случае. Вот. остается только магнитное. Значит, есть какое-то крупномасштабное. Есть поле, ну, магнитное. Это как раз то, крупномасштабное поле, это как раз то, которое мы обычно хотим померить, которое на масштабе источника работает. Есть магнитогидродинамические волны, это очень, очень сразу нам усложняет жизнь, поэтому мы про них забудем. Какие-то мелкомасштабные там волны ходят вместе с веществом. Люди учитывают их в численном моделировании, но для наших оценочных целей мы просто ничего про них не сможем сказать. Есть излучение, которое тоже несет энергию. Излучение – это электромагнитные волны, то есть это тоже энергия поля. И значит, я предложу несколько разных способов. Первый способ от меня, самый грубый и самый универсальный. Ужасно, не говорите о нем астрофизикам, потому что они кинут в вас камень и будут правы. Значит, смотрите, я хочу сказать, что мы в принципе в подходе к равнораспределению можем приравнивать любые эти. Они все должны быть, все составляющие должны быть одного порядка. Примерно. Поэтому я приравняю энергию крупномасштабного плотности энергии, извините, крупномасштабного магнитного поля и излучения. Плотность энергии магнитного поля, но я уж вас не буду спрашивать, сегодня не пошло. Вот. А плотность энергии излучения можно оценить очень просто. За счет того, что фотоны летают со скоростью света. Излучение это фотоны, они летают со скоростью света и покидают этот выделенный нами воображаемый кусочек со скоростью света. Поэтому если мы возьмем светимость этого кусочка и поделим на 4 πr квадрат будет как раз плотность энергии, где в системе c равно единице. Вот. И по порядку величины тут вам вообще ничего не нужно знать, кроме светимости и размера. Размер вы определите из каких-нибудь ваших соображений. У нас была целая лекция про то, как это определять. Светимость вы смотрите. расстояние надо знать. То есть у вас грубо говоря по этой формуле магнитное поле, оценка магнитного поля выражается через базовые параметры, которые вы в первую очередь определяете размер и интенсивность излучения. Это самое грубое, но оно абсолютно почти для всех источников работает, для которых вы можете что-то сказать про их размер. Дальше. Второй способ это называется минимальная энергия. Метод первый способ от Троицкого. Второй способ минимальная энергия. Это когда мы вот здесь приравняем энергию поля и полную энергию частиц. То есть грубо говоря нижнюю часть и верхнюю часть. Здесь нам надо не забыть, что у нас кроме излучающих электронов существуют электроны не сами по себе. Там все-таки есть еще и это все электронейтральное и есть ядра. Ядра набирают массу. Вот сюда электроны почти не дают, они слишком легкие. То есть мы всю эту энергию приравниваем всей вот этой и это называется метод минимальной энергии. А третий метод, который собственно называется эквипартишн и обычно он как раз ну вообще-то это все эквипартишн равно распределению по степеням свободы. Но собственно метод эквипартишн обычно говорят, когда плотность энергии поля вон та приравнивается плотности приравнивается полному гидростатическому давлению. Казалось бы это одно и то же. Энергия частиц если там есть какое-то гидростатическое давление, то оно как раз вот этим делом и обеспечивается. То, что частицы двигаются с какой-то массой и давят. А энергия поля значит это энергия поля все на свете. Но это бывают случаи, вот тут вот стоят грабли, на которые люди раньше наступали. Бывают случаи, когда это не одно и то же. Ну вот например, если мы возьмем область интенсивного звездообразования, там ходят какие-то потоки плазмы. Там довольно плотная плазма, но она турбулентная. Почему? Потому что в области интенсивного звездообразования идут неравновесные процессы, и в частности звезды эти иногда взрываются. Образовалась слишком большая звезда, сразу же взорвалась. И вот этой кашей ходят вот эти волны, и получается, что за счет турбулентного движения плазмы оно крупномасштабное давление не вкладывает. Оно на маленьком очень масштабе движется плазма, грубо говоря, туда-сюда, и вот это гидростатическое давление не вкладывает. А сюда вкладывает, и очень даже вкладывает, потому что чем быстрее движется вещество, тем даже на маленьких еще лучше. И вот там получается на порядочек не сходятся эти вещи в реальных системах. Это были такие моменты. Значит, сейчас у нас будет перерыв, потому что мы закончили наконец с магнитным полем. Давайте сделаем перерывчик пять минут и начнем совсем другую тему. Сегодня мы с вами поговорим о звездах. Поговорим о звездах, о звездах мы будем говорить в этот раз и в следующий. И это такая фундаментальная оказалась тема, что я смотрю, мои бумажки неизменны с самого первого раза. Вот здесь дата стоит 2012 год. Они не изменились, хотя я все время обновлю. вот они все исчерканы, там что-то наклеено на них, где-то там вставлено разными цветами, но основной костяк не изменился. И это, по-видимому, единственные лекции, вот это и следующие, которые у меня выжили за все время их чтения, потому что я предполагаю, что этот раз последний, вот с первого 2012 году они выжили. Ну, вы сейчас увидите, что звезды это удивительные, очень простые, очень красивые объекты, которые в первом приближении, ну, вообще-то кажется, что они ужасно сложные, там, да, вон солнышко, посмотрите на него, а на самом деле они в первом приближении описываются очень простыми уравнениями, их строение и их эволюцию можно понять почти качественно. Давайте мы сейчас возьмем описание, будем описывать, будем говорить об устройстве звезд, а в следующий раз поговорим про их эволюцию. Начинаем с простых уравнений, которые описывают устройства звезды. И первое уравнение это уравнение гидростатического равновесия. Пусть P маленькое это давление, R это координата, которая по радиусу бегает от центра звезды, меряет расстояние от центра звезды. Тогда это гидростатическое давление у нас равно. Звезда равновесная, в ней нету ничего такого, никаких особенно масштабных движений, и мы сейчас тем самым пренебрегли конвекцией вот в этом месте, масштабной конвекцией, то есть для тех звезд, в которых конвекция играет большую роль, но это очень маленькая часть эволюции звезд, это я потом буду говорить, здесь может быть немножечко неправильно, а в общем случае это правильно, потому что здесь звезда, этот объект, который сидит миллиарды лет и в таком равновесном состоянии, и гидростатическое давление обеспечивается только силой тяжести. М большое от R это естественно та масса, которая заключена внутри R. Вот еще это не работает, ну тут у меня написано для каких случаев это не работает, но из того, что мы с вами уже разбирали, это не работает для той области, в которой происходит пульсация цифеид. Остальные потом мы обсудим. Значит, M от R это по определению 4P интеграл от 0 до R R R' R' в квадрате. Ну, это масса, которая сидит внутри звезды. Вот, ну, давайте посмотрим на это уравнение. Мы некоторое время будем смотреть на это уравнение и заметим, что если использовать известные из школы выражения для давления классического идеального одноатомного газа, ну, такое было, то для него P равняется 2 третьих U, где U это плотность внутренней энергии. И если его сюда замечание, да, это уже замечание будет как бы не универсальное, а это уравнение универсальное с точностью вот до неравновесных процессов. P равняется 2 третьих U, вы сюда подставите, вы получите теорему Вериала. Но только теорему Вериала будет записана прямо для каждого атома, для каждого ядра, которое там сидит, элементы этого газа, который сидит в звезде. То есть получится, что E кинетическая равняется минус 1 вторая E гравитационная. Отсюда делается вывод, что на самом деле если уравнение в состоянии более сложное, а оно, как правило, более сложное в звездах, то тогда теорема Вериала внутри звезды она работает не очень хорошо. Вот. Дальше. Ну, тут идут задачи, они все у вас есть. Теперь, собственно, все многообразие звезд, с точки зрения физики, их внутреннего устройства, оно обеспечивается тем, что источники этого давления бывают разные, и в разных звездах разные доминируют. То есть В источники давления это есть температура, есть вырождение, может быть, газа, и есть давление света. Ну, давление света, как мы знаем, оно важно там во внешних слоях, где все эти пульсации, там это вообще не очень хорошо работает в таком виде, как записано. Поэтому давление света мы оставим в скобочках. А температура и вырождение это тепловое давление, значит, они вместе ходят. Это просто вы можете взять из термодинамики и написать формулы для вырожденного газа, невырожденного, нерелитивистского. В звезде даже в самой серединке нету никаких релитивистских движений. Это оно там все сидит, оно стационарно, никто никуда не летит со скоростью света внутри, кроме даже фотоны не летят там со скоростью света, потому что они сразу же поглощаются, у них эффективная скорость очень маленькая. Вот, то есть и в случае вырожденного газа, и в случае невырожденного газа это будет нерелитивистский газ. нерелитивистского газа, у вас скорость частицы пропорциональна корню из температуры. Естественно, потому что температура это кинетическая энергия, это мв квадрат пополам. и давление пропорционально ро поделить на мю т, где мю это молекулярный вес. Мы с вами эти штуки, кажется, писали, когда обсуждали цифеиды. Если вырожденный, что такое вырожденный? Это фермигаз, для которого принцип Паули важен. Когда вы напихали так много частиц, ну, в данном случае электронов, например, самое проще всего напихать много электронов, к которым уже начинаются проблемы с занятием, плотность такая большая, что начинаются проблемы с занятием одинаковых уровней энергетических, которых вам запрещает принцип Паули. Тогда плотность электронов дается распределением ферми, где ПФ это импульс ферми. Знаете распределение ферми? Ну, наверное, было в общей физике. Просто так, без особых деталей. Это все будет начинено. У вас же третий курс, да? На четвертом стат физики все это будет во всех деталях, ну, а так в общих скорость частицы будет у вас пропорционально ПФ на МЕ, где ПФ это константа, понимаете? Они, она уже не зависит ни от какой температуры. Видите, здесь нет буквки Т большое. давление пропорционально ПФ это можно просто по размеру делать. Пропорционально плотности электронов в степени пять третьих или плотности частиц, РО, плотности массы. Я говорю плотность электронов это жаргон, концентрация электронов надо говорить. Это то, что в штуках на кубический сантиметр меряется. А плотность это масса килограмм на кубический сантиметр. Килограмм электронов. Вот. Смотрите, вот совсем другое уравнение состояния получилось. Совсем другое вот сюда мы должны поставить. Здесь вот такую штуку, а здесь вот такую штуку. Здесь РОТ, а здесь РО пять третьих и никакого Т. От этого получаются разные звезды, про которые давайте мы сейчас поговорим чуть-чуть поподробнее. вот те звезды, которые, в которых газ везде не вырожденный от серединки до краешка. Это называются нормальные звезды. Нормальные звезды это вот наше Солнце, например. И для того, чтобы понять физику того, что там внутри происходит у них, давайте теперь мы отступим на шаг в сторону и попробуем понять, как эти нормальные звезды образуются. смотрите. Откуда берутся звезды? Звезды берутся из облака газа. В облаке газа летают атомы. Но это не идеальный газ, потому что эта штука гравитирует и тем самым у них есть гравитационное взаимодействие. Кроме того, они иногда сталкиваются друг с другом и там не всегда происходит значит все по идеальным образом, скажем так. При столкновениях у вас бывают потери энергии на излучение. Что происходит с излучением из облака газа? Оно моментально улетает и уносит энергию. Таким образом, в результате полная энергия облака газа Екин плюс Еграф среднее усредненное по облаку оно уменьшается. С другой стороны, пока это все достаточно разреженный газ 100% работа теорема вериала. Мы можем сказать, что Екин равняется минус 1 вторая Еграф. Сравнивая первую и вторую строчку, мы видим, что Еграф становится все более отрицательной. То есть, она убывает, но при этом растет по модулю. И она просто за счет того, что частицы время от времени сталкиваются и что-то излучают, и это фотончики улетают и уносят энергию, эти частицы выкапывают себе все более глубокую потенциальную яму в гравитационном поле. То есть, происходит сжатие. Еграф — это потенциальная яма, они туда пытаются переместиться, им же выгоднее это. Происходит сжатие, термализация. Но когда происходит сжатие, то, естественно, растет Екин. Она одновременно за счет того, что здесь стоит знак минус. У вас, если Еграф становится все более отрицательной, Екин становится все более положительной. И в какой-то момент кинетическая энергия становится такая большая, что они начинают очень часто сталкиваться. Происходит термализация. У этого разреженного ранее газа он начинает описываться обычной термодинамикой. Возникает температура. Значит, давайте мы напишем на этом этапе модуль Еграф растет, Екин растет, и, начиная с некоторого момента появляется температура и тоже растет. То есть, начиная с... Это все растет Екин, но с некоторого момента она становится пропорциональной температуре, когда мы можем ввести температуру. Вот. Значит, так, формирующаяся звезда, заметим в скобках мы здесь нигде не использовали звезда, это или не звезда, нечто формирующееся в гравитационном поле. за счет вот этих вот взаимодействий и излучения и спускания энергии имеет отрицательную теплоемкость. Да? То есть, у вас размер уменьшается, энергия уходит, а температура растет. Ну, непривычно немножко, на самом деле, да, если вздуматься. Обычно, чтобы нагреть что-то, вам нужно туда закачать энергию. В звезде наоборот, вы отбираете у нее энергию излучением, а температура ее растет. Ну, это самое главное в формировании звезд, то, что теплоемкость отрицательная, иначе бы ничего не было. Вот. Ну, и, наконец, в какой-то момент плотность становится, здесь как бы положительная обратная связь. Чем ближе эти ребята находятся и быстрее двигаются, чем чаще они сталкиваются, тем больше большая часть их энергии уходит на излучение. Положительная обратная связь, и, наконец, в какой-то момент это все продолжается до, ну, не буду уже вас спрашивать сегодня, до того момента, когда плотность частиц станет такая большая, что фотоны перестанут улетать. Эта система станет непрозрачной. И вот тогда начинается следующий этап. это уже не облако, а это уже звезда. Теперь потери энергии тогда начинают ограничиваться скоростью перерассеяния. Вот у вас по-прежнему здесь они сталкиваются, в серединке этого облака, излучая, по-прежнему излучают фотоны, но фотоны где-то здесь вот опять переизлучаются, 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 ну, с поверхности улетают, да. Но у вас резко стало, уменьшился отток энергии, уменьшился отток энергии, когда температура становится, температура продолжает расти при этом, да. Потому что, почему она продолжает расти? Потому что гравитацию никто не отменял. У вас только потери энергии ушли, а гравитационное сжатие-то продолжается. и здесь вот продолжается, они становятся все ближе и ближе друг к другу, и температура растет. И в какой-то момент температура и плотность в середине этой протозвезды становятся такими большими, что в них начинают идти термоядерные реакции. Термоядерные реакции, значит, начинают там под... Чтобы пошли термоядерные реакции, у вас что должно произойти? Вот у вас там протончики, в основном там водород. 75% водорода, 25% гелия в первичном веществе, а там ну можно еще маленькие примеси всякого разного. Вот у вас эти штучки два протончика, да, хотят близко-близко встретиться, чтобы сделать термоядерную реакцию, чтобы дать энергию звезде, чтобы звезда зажглась. Но им мешает что? Им мешает кулоновский барьер, потому что они заряжены. Оказывается, что происходит туннелирование под кулоновский барьер, но об этом мы в следующий раз поговорим. Происходит туннелирование под кулоновский барьер, и за счет вот этих очень подавленных квантовых процессов, тем не менее, они встречаются иногда, несмотря на этот огромный кулоновский барьер. И встречаться они начинают гораздо раньше, чем их кинетическая энергия становится достаточной для преодоления этого барьера. Тогда загорается звезда, и дальше она работает. Загорается водород, кинетическая энергия, температура растет, кинетическая энергия увеличивается, наконец, кинетическая энергия уравновешивает гравитационное сжатие. И после этого звезда будет отлично и долго-долго-долго-долго гореть. Возникает стабильное состояние. То есть звезда это стабильное решение для гравитирующего газа, непрозрачного и с источником энергии в середине. Вот что такое звезда. Нормальная звезда. Нормальная звезда это работающая звезда. Теперь вырожденные. Что такое вырожденные звезды? Вырожденные звезды, у которых давление я специально не стал стирать, давление не зависит от температуры. Если давление не зависит от температуры, то, увы, эта штука не работает. Все вот это не работает. и тогда получается, что потеря энергии больше не означает сжатие и, соответственно, разогрева. Поэтому если у вас звезда сделана из вырожденного газа, то она просто остывает. вот и на самом деле на самом деле очень вот эти полностью вырожденные звезды, это звезды, в которых нет источника энергии, который противостоял бы своим давлением вот этому сжатию. Ну или этот источник энергии недостаточен. Тогда здесь плотность увеличится до того, что электронный газ станет вырожденным, ну и все, и на этом конец, потому что дальше звезда гореть не будет, уже ей не нужно гореть, потому что у нее не растет там плотность. Давление вырожденного газа очень большое, оно удержит ее от сжатия, но просто с поверхности будут излучаться фотоны и все, и ничего, и она будет просто потихонечку остывать, у нее будет положительная теплоемкость, то есть температура будет падать, а фотончики улетать, энергия уносится. Вот, значит, для нормальной звезды по-грубому можно оценить, что чем звезда тяжелее, тем она большая. То есть масса звезды, радиус звезды пропорционален массе в первой степени. смотри задачу. А что для вырожденной? Для вырожденной давайте напишем, что получится. Добавили массу, предположим, что увеличили массу звезды, накидали на нее вещества, добавили массу, увеличилась гравитация. Чтобы отбить эту гравитацию, чтобы звезда не схлопнулась, вам нужны более высокие импульсы частиц в середине. Для этого надо немножечко сжаться. Запишем это уравнение, уравнение гидростатическое. Порядка P поделить на размер. P пропорционально плотности 5 третьих поделить на радиус звезды. Плотность это масса звезды поделить на r в кубе. в степени 5 третьих единица на r. Получили массу в степени 5 третьих поделить на r в шестой. Хорошо, это первое уравнение. А второе уравнение такое, что значит вот это dP по dR мы возьмем это P продифференцируем. Получится m ρ на r квадрат или m квадрат на r в пятый. Ро подставили сюда. Одно другому приравняли и получили р пропорционально m в степени минус 1 третья. То есть, чем тяжелее выраженная звезда, тем она меньше. Что происходит дальше, когда вы добавляете еще вещества, то есть, у вас уже вырожденный газ, вы добавляете еще вещество, она еще больше сжимается, электроны в какой-то момент должны заполнять, мы с вами это обсуждали, когда говорили о сверхновых, должны заполнять все более-более высокие уровни, и, наконец, они упираются в скорость света, газ становится релятивистским. Газ, то есть, такая у вас, понимаете, звезда, а у нее внутри в серединке начинают релятивистские электроны летать. В какой-то момент они все начинают двигаться со скоростью света примерно, и больше увеличиться некуда, а масса, допустим, на нее падает и падает и падает, откуда тут происходит взрыв. Это называется предел Чандрасакара, то есть, не взрыв, а происходит схлоп, да, потому что давление уже не растет, все, никуда не растет, оно больше не может вырасти, а гравитация это, давление газами, а гравитация это продолжает давить, ну и все, гравитация побеждает, и это называется предел Чандрасакара. Значит, есть еще тип звезд, которые, скажем так, у которых вырожденное ядро, а снаружи они нормальные. Это очень большие звезды, гиганты, они просто, в них все идет хорошо, горит водород, все нормально, но они такие тяжелые, что внутри возникает плотность, достаточная для вырождения. Ну, там у них же, мы с вами детально их разбирать не будем, потому что там уже немножко сложнее, там и конвекция как раз, отложим их на потом, кое-чего мы про них все-таки скажем качественно на следующей лекции, а отложим их на потом. А пока у нас будут два примера вот таких крайних, когда вся звезда вырожденная или вся звезда невырожденная, и, конечно, в основном мы будем пока интересоваться случаем невырожденным. Это все было первое уравнение. Вот я когда-то начал говорить, что звезда описывается несколькими простыми уравнениями, это мы с вами говорили про первое уравнение гидростатического равновесия, в которое входило P, и это было рассуждение на тему чему равно P. А нет, все-таки вот эта страничка на другой бумаге написана, все-таки я вас обманул, менял. Значит так, второе уравнение это закон сохранения энергии. Пусть LR это поток энергии через сферическую оболочку радиуса R, светимость такая на радиусе R, тогда уравнение сохранения энергии выглядит вот так, 4PR квадрат эпсилон рО, где эпсилон это скорость производства энергии в данной точке, размерность ее R, значит, размерность ее R с грамма в секунду, это вот важная величина, которая у нас будет с вами появляться, потому что скорость производства энергии включает все, и положительные, и отрицательные факты, и положительные, и отрицательные вклады. эпсилон равно эпсилон, все равно не пишет, эпсилон ядерная, а потому что он уже хорошо пописанный, плюс эпсилон гравитационная, это положительные вклады, эпсилон ядерная, это прибыток энергии за счет термоядерных реакций, эпсилон гравитационная, но может иметь разный вклад, если звезда в зависимости сжимается или разжимается, положительный или отрицательный, но вообще-то когда звезда стационарная, то он равен нулю, потому что с ней ничего не происходит. Мы его так запишем сюда, на всякий случай, для полноты картины, а есть еще вклады, которые точно отрицательные, это у вас в результате термоядерных реакций образуется нейтрино, и часть энергии уносят, эпсилон нейтринная, и еще может быть самое интересное для физики частиц, эпсилон х, самое интересное для теоретиков всегда неизвестное. Значит, эпсилон х, это может быть что такое? У вас там хауциклеиновские гравитоны, аксионы, там еще какие-то гипотетические частицы, которые рождаются как в сверхновой, так и в обычной звезде, в серединке могут рождаться и уносить энергию. Вот, это эпсилон х, таким образом, оно у нас тут будет в голове сидеть и будет, потом мы будем пытаться ограничивать. Это второе уравнение, про него мы поговорили гораздо меньше. Третье уравнение, это перенос энергии, мы сразу же с вами еще раз, в очередной раз скажем, что забыли про конвекцию пока. Третье уравнение, перенос энергии. Значит, если мы забыли про конвекцию, то есть излучение и есть проводимость. Это уравнение дает нам ту вещь LR, которая подставлялась в предыдущее, в закон сохранения энергии, то есть, чему равно LR. LR пишется, в общем, совершенно случае, сейчас вы увидите, где закодированы всякие разные способы, переносы энергии. Пишу определение. 4πr квадрат поделить на 3 КПРУ и dPDR температурной энергии АТ в четвертой, где А это просто π квадрат на 15. Это тепловая энергия, плотность тепловой энергии производная. Это просто градиент температуры, да, у нас возникает. Ну, не градиент температуры, градиент энергии, связанный с температурой. А вот здесь вот стоит буква КАПА, в которой все закодировано. КАПА называется коэффициент непрозрачности, или просто непрозрачность, а ПЭСТИ. ее размерность сантиметр квадратный на грамм. Вот такая загадочная размерность. И вот она, в ней закодирована вся физика, точнее в единице на КАПА. КАПА минус первой это КАПА минус первой связанной с фотонами. Это вклад фотонов, вклад излучения. КАПА минус первой кондуктивити это вклад проводимости электронов и КАПА минус первой Х гипотетический вклад новой физики. Вот смотрите, эта штука на самом деле рассчитывается на уровне микроскопических процессов, потому что она, грубо говоря, вам создается взаимодействием излучения вещества, то есть можно ее посчитать по диаграммам Фейнмана. Вы помните, я говорил о том, что есть там закон Крамерса. Закон Крамерса не всегда выполняется, но для многих, который связывает температуру степени 7,2. В общем случае вы можете сказать так, что единица поделить на КАПА гамма РО это средняя длина свободного пробега фотона. Она обозначается там неважно какой-то буквой русландовским средним. Важно, что эту штуку на самом деле посчитать в звезде очень сложно. И самое сложное во всей этой науке это ее посчитать. если вам захочется прямо вот взять и решить уравнение для звезды, то вы упретесь в то, что вам придется брать у какого-нибудь доброго дяди посчитанную им КАПА. почему это так? Потому что КАП подключает все микроскопические процессы, которые есть в звезде. Если там комптоновские процессы вы возьмете и посчитаете по диаграмму Фейнмана легко, то дальше вы упретесь в то, что там есть процессы связанные с ядрами, взаимодействие с ядрами, а ядра там есть всякие разные. Там есть чуть-чуть ядер тяжелых элементов, но они особенно в области частичной ионизации с краешку, где у вас есть атомы, ионы, у вас там эти атомарные переходы, какая-нибудь сера сидит, ее немножко, но зато она у вас даст вклад в непрозрачность колоссальной. И все. И это очень сложно. Это так просто на всякий пожарный. Вот. Теперь где у нас я собственно уже обозначил, где у нас может повлиять наша новая физика с вами. Новая физика может повлиять в эпсилон и может повлиять в капу. В эпсилон за счет того, что новые частицы уносят энергии, а в капу за счет того, что новые частицы могут мешать уносить энергию. То есть они будут как-то взаимодействовать еще. мешать вот этому переносу за счет того, что они будут останавливаться в знаменателе. Они будут останавливаться и участвовать в взаимовеси. Они вроде как понесли энергию, но если для них солнце непрозрачно или не очень прозрачно, то они дадут тогда вклад в капу. Ну, и как можно их ограничивать? Конечно, самый простой способ ограничивать эпсилон икс, это взять вырожденные звезды. Вырожденные звезды, не надо решать никаких уравнений. Вы берете белый карлик, он просто остывает, и вы знаете, сколько в нем, так сказать, какая у него температура, вы просто на него смотрите и видите тепловое излучение. И дальше вы из каких-то соображений оцениваете, как эта температура меняется со временем и опаньки видите, что она там быстрее остывает, чем ваша модель дает. Или так же, как ваша модель, ограничиваете напрямую. Но белых карликов мало, и кроме того, из-за того, что в них очень специфические условия, там как бы не всякую интересную новую физику можно ограничить. А если обычные звезды, возьмем обычную звезду, то тогда тоже происходит достаточно интересная вещь, потому что система уравнений, которую собственно я выписал из трех уравнений, и четвертое это уравнение состояния, эта система она очень хорошо работает, она все время устойчивое решение. Поэтому если я возьму и в нее добавлю какой-то εx, чтобы он не был очень большим, а чтобы он был меньше, чем термоядерный, скажем так, меньше, чем термоядерный, меньше, чем нейтринный, может быть, мы добавим какой-то εx в эту формулу, где они линейно складываются, что сделает у нас уравнение? Уравнение у нас подстроит скорость горения водорода, температуру, таким образом, чтобы все равно все это оказалось в равновесии и решение существовало. Давайте я сейчас на формулах это покажу, хотя на игрушечном примере. Давайте включим εx, который пропорционален плотности и температуре в каких-то степенях. это достаточно общее и хорошее такое приближение, хотя можно придумать что-то другое. например, для горения водорода εH у нас α1 равно 1, α2 где-то типа 5. Некое число. Пренебрежем, ну, гравитационным ясно, пренебрежем, когда все равновесное и ничего не расширяется, не сжимается. Нейтрино тоже на самом деле уносит, в отличие от сверхновой, здесь они уносят небольшую часть энергии по сравнению с ε ядерная. И давайте мы тогда напишем так, что весь наш ε равен, если мы этим пренебрегли, у нас осталось ядерная и х-овая. И мы напишем, что это единица минус Δx на ε ядерная, где Δx это маленькое число, которое мы будем включать и смотреть, что произойдет со звездой. Мы также запишем, как будто у нас закон Крамерса работает, хотя он не всегда работает, особенно во внешних слоях. ρ дельта равной нулю и при дельта равной дельта x-овая. То есть сравним эти две звезды. Что произойдет со звездой? Мы будем предполагать, и на самом деле это предположение правильное, и можно проверить его, но мы не будем тратить время на проверку. Все преобразования в звезде сведутся к подобию. То есть все вот здесь вот все характеристики, основные характеристики звезды изменятся на некоторые коэффициенты. Еще раз повторяю, что если вот такая форма, то это будет правильное решение, можно посмотреть это по уравнению. Пусть радиус звезды изменится на какой-то коэффициент подобия y, и все маленькие, все радиальные координаты изменятся на тот же самый коэффициент естественное. Масса, с массой ничего не делалось, она как, она не перетекает там, мы теперь пренебрегли этим. Значит, масса штрих от r штрих равно массе от r. Значит, плотность изменилась как игрок в кубе, правильно? Потому что это масса, которая не изменилась, поделить на r в кубе. r штрих от r штрих равняется y в минус третий ρ от r. Давление. Вспоминаем, что dp pdr, звезда невырожденная, минус gm ρ поделить на r квадрат. Значит, p штрих от r штрих будет равно y в минус четвертой p от r. r. Почему так? Потому что масса не изменилась, это вообще константа, ρ изменилась на y в кубе, здесь было единица на r квадрат, поэтому здесь будет y в пятой, но здесь еще есть r. Оно одно y откушало, осталось y в минус четвертой. Так, что еще? По предположению, подобие химический состав не изменился. и из вот этого уравнения состояния невырожденного мы находим, как изменилась температура. t штрих от r штрих равняется y в минус первое t от r. Нам еще нужно будет в наше уравнение, там где-то есть dt по dr было, правильно? Там было уравнение переноса энергии. dt по dr, давайте мы сразу же сообразим, что dt по dr стало, естественно, y в минус второй t от r, dt по dr, dt от r штрих по dr штрих это y в минус второй dt от r по dr. Вот. Теперь берем наше уравнение для, ну, да, когда-то здесь было уравнение для l. Смотрим на него. Давайте я ее уже давно было. Уравнение для l было такое l от r с 4 π r квадрат на 3 каппа ρ d от f четвертой по dr. Вот. для этого d по dr мне было нужно. Смотрим на него. И пытаемся l' от r' оценить. l' от r' равно значит из этого r мы берем первую одну степень y, значит, здесь r квадрат, это будет y квадрат. Знаменатель и плотность, где плотность, y в минус третий. Дальше вот это производная, это температура в кубе умножить на dt по dr. Температура в кубе это y в минус третий, и dt по dr это y в минус второй. Непрозрачность. непрозрачность это ρ t в степени минус семь вторых, значит, ρ у нас, где у нас ρ y в минус третий, температура это y в минус первой, значит, y в степени плюс семь вторых. Здесь вот знаменатель я пишу y в минус третий и y в степени плюс семь вторых. И вот если я все правильно сейчас написал, то должно получиться y в минус одна вторая или от r. Ну-ка, давайте посмотрим. Это сокращается, это сокращается, семь вторых это три с половиной и даст получилось. Ура! Вот. Теперь вот это l мы подставим в уравнение номер два. Уравнение звезды номер два, которая выглядит вот так. dL r по dr это 4πr квадрат ε ρ. Что мы подставим в это выражение? мы подставим мы подставим туда наше ε, которая равнялась 1 минус Δx, ε ядерная, а ε ядерная это было 1 минус Δx, ρ в степени α1t в степени α2. подставим это туда и вот это dpdr дает нам еще одну степень y, мы получим y минус 3 вторых равняется y минус 2 y минус 3 дальше ρ в степени α1t 1 минус Δx ρ в степени α1t и здесь еще единичка, поэтому поэтому здесь будет а, единичку мы уже посчитали y к степени минус так у меня было обозначено или наоборот где степень ρ где степень t да, так правильно 3 у меня сейчас секундочку у меня не получается у меня куда-то делалось α1 ну ладно минус 3 α1 сейчас посмотрим куда она делась температура это y в минус первой соответственно минус α2 я наверное здесь подставил для водорода α1 равна единице скорее всего в своих бумажках вот все да да пусть α1 равно единице тогда у нас получилось и мы вот этот л штрих можем прямо сразу туда и туда подставить получим y минус 1 вторая равно y в степени минус 3 плюс α2 ну на самом деле здесь есть еще вклад от α1 который я подложил равным единице на единице минус дельта х и значит что y равно единице минус дельта х в степени вот такой на самом деле нам не очень важно какая здесь будет именно степень это будет единица минус некое положительное число дельта дельта х все и вот такое вот выражение значит y у нас уменьшилось в соответствии с нашими ожиданиями это значит что у нас звезда сжалась вот смотрим сюда что у нас получилось дельта r кр равно минус 2 на 2 альфа 2 плюс 5 дельта х дальше светимость где была светимость я стер дельта л к это плюс там и было y в степени минус 1 2 помните единица на 2 альфа 2 плюс 5 дельта х температура здесь есть и где температура вот y минус 1 дельта т это будет соответственно плюс 2 поделить на 2 альфа 2 плюс 5 дельта х смотрите звезда стала чуточку меньше горячее и ярче меньше горячее ярче это что значит это значит что она никак не может стать ярче в том смысле в терминах энергии да в терминах потока энергии она может взять его только из-за термоядерных реакций это значит что водород в ней горит быстрее при практически неизменной структуре звезды потому что там вот значит это все чуть-чуть только изменилось стало быстрее расходоваться энергия расходоваться топливо быстрее вот это значит что укорачивается время горения водорода сколько в ней было водорода столько и осталось но он стал гореть быстрее соответственно время жизни звезды уменьшается время ну время жизни звезды в которой горит водород и получается что дельта таву поделить на таву тоже пропорционально минус дельта х ну на какой-то коэффициент так ну смотрите самый простой способ использовать полученный результат для того чтобы оценить вклад новой физики состоит в следующем ну солнце солнце у нас прожило пол жизни своей грустно я вот больше прожил ничего еще впереди есть кое-что вот значит тогда у нас если бы солнце светило в два раза ярче чем дает модель то есть если бы у него что значит светило два раза ярче если бы у него дельта х было бы такое чтобы оно уносило столько же энергии сколько солнце безо всяких дельта х теряет то тогда значит солнце бы уже все гикнулось в нем кончилось бы топливо поэтому самая консервативная простая оценка это дельта х меньше чем одна вторая из факта существования солнца вот ну кстати если подобия нет то можно предположим что вы ограничиваете вашу какую-то хитрую новую физику вы посчитали соответствующие диаграммы фейнмана определили вклад в дельта х вы определили каким-то образом свой вклад дельта х и коэффициентики альфа 1 альфа 2 у вас попросили дельта х меньше чем одна вторая получили дельта х вы выразили через микроскопические параметры вашего взаимодействия нового или вашей частицы вот очень хорошо представьте себе что вы посчитали и у вас не получилась такая формула с альфа 1 и альфа 2 то есть не работает преобразование подобия ну тогда вы на это все плюете то что вот я здесь писал и говорите что по порядку величины вы можете вы можете так что дельта х порядка это лх поделить на лх плюс лгамма меньше чем одна вторая то есть грубо говоря ваш факт существования солнца говорит вам лишь о том что солнце не излучают в гипотетических частицах столько же сколько в фотонах сколько солнца излучает в фотонах выйдите на улицу вы хорошо знаете особенно на пляже сколько солнца излучает это много и кажется что если столько же будет в гипотетических частицах излучать то это будет какая-то катастрофа ну не должно так быть солнце не должно так работать мы достаточно хорошо знаем наше солнце ну то есть что значит у него известна прекрасной точностью радиус у него известна с прекрасной точностью светимость казалось бы все солнечные уравнения да у них есть гранусловия и вот эти два масса светим три масса светимость и радиус измеренный независимо масса по гравитации светимость просто на пляже а радиус просто в телескоп вот ну понимаете тут возникает дальше лично я столкнулся с этим вопросом а как же так то как как это у нас свобода в два раза когда мы про солнце все прецизионно знаем оказывается что солнечные уравнения еще зависят естественно от начальных условий и вот эти начальные условия содержат два свободных параметра которые подстраиваются так чтобы в нужный момент времени на нужном возрасте получить правильную вот эти все радиусы светимость это первый параметр это отношение водорода гелию а это прямо влияет на все наше на всю эту нашу деятельность потому что солнце водород горит а гелий нет это прямо объем ядерного топлива какой был в начальном составе в начальный момент дальше он горел по своим законам но в начальном солнце сколько было гелия и второе еще то что я поставлю многоточие потому что в солнце тоже есть хотя и небольшая конвекция но вот второй параметр связан с конвекцией она происходит в тонком достаточно слое в конвективной зоне в солнце и ну она мало влияет на общую эту картину но тем не менее влияет и подстраивая вот эти два параметра мы можем запросто получить что солнце горит в два раза быстрее чем без новых частиц а может быть тогда мы можем как угодно его ограничить почему мы тогда скажем что почему одна вторая может быть они может в 10 раз то есть то что мы видим может это маленькая доля того что солнце нам дает энергии все надо надо ловить гипотетические частицы и нет просто решение не будет уравнений тогда то есть грубо говоря солнце становится все моложе 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 в этих решениях и когда эта штука переваливает за половину то тогда оно становится меньше нуля возраста ну так условно вот ну хорошо и последнее что я перед перерывом хотел сказать что на капу это дело тоже может влиять на перенос энергии влияет и тут посчитать все не так просто есть более-менее два режима когда просто посчитать один режим когда посчитать очень сложно один режим такой когда частицы как нейтрино улетают из солнца и все просто улетают и тогда они на непрозрачности никак не влияют все замечательно они просто помогают мы просто увеличиваем как бы к нейтрино добавляем вот это вот иксы и все если они совсем никуда не улетают то они ведут себя примерно как фотоны то есть они излучаются только с поверхности это тоже значит значит они тогда добавляются к фотонам их эффекты это тоже легко но хуже всего когда их длина свободного пробега порядка размера солнца ну размер звезды вот тогда их надо учитывать очень ну честно приходится учитывать и это самый сложный но потому что они тогда приведут к перестройке звезды они будут брать энергию в центре и на краешке ее впрыскивать или где-то там на пол солнца на пол дороги и это конечно приведет к серьезной перестройке звезды они значит и на самом деле это максимальное самые строгие ограничения потому что наиболее сильно изменяется звезда в таком случае и самые сильные ограничения на новую физику из того что например солнце наше такое как оно есть возникают для этого случая но можно использовать это для того чтобы лечить солнечные проблемы мы когда будем говорить про нейтринную физику нейтринную не физику не будем говорить про нейтринную астрономию будем говорить я упомяну наверное про некоторые современные проблемы солнечных моделей которые можно пытаться таким способом лечить но это интересное дело сложно все спасибо давайте перерыв а потом посмотрим эволюцию сестра сестра